Модель ангитеракционной селёвной – это та модель, которая, в общем-то, последняя, наверное, из предложенных, но, видимо, она объясняет, в общем-то, энергетику взрыва, в то время как остальные имеют проблемы с этим делом, то есть самая главная проблема – обвестить энергетику взрыва, которая должна проявиться в наблюдаемом области из кодовска, то есть из кодовс, где этот кодовс должен привести в каком-то наблюдаемом взрыве. Вот это проблема большая. Затем я расскажу о гамма-всплесках и так называемых софт-гамма-репитерах, это мягкие гаммы-повторители, это особый класс объектов, который вначале имел свой, так сказать, просто не отличался от гамма-всплесков, их так и тоже классифицировали, но оказалось, что это совершенно другие объекты, просто они внутри Галактики находятся, а гамма-всплески находятся вообще на краю северной. Вот прогресс большой наблюдательной наблюдения гамма-всплеска связан вот с наблюдениями оптического костесвечения. В частности, у одного из этих объектов это костесвечение было видно простым глазом, то есть это такая яркая звездочка, которая была открыта, это открытие было сделано российскими учеными, что замечательно. Правда, это было сделано на телескопе в Чили, но это была и наша аппаратура, и наша, так сказать, идея этого дела. Ну и дальше вот модели софт-репитера, это вот магнитары и дядя Анатольев. Значит, сначала о происхождении магнитных исполнений в правильную звезду. Это происхождение связано, видимо, с сохранением просто магнитного потока при полосе. Из существующих звезд на небе разброс магнитных полей примерно 3-4 порядка, то есть имеются магнитные поля, может даже больше, если сон за один гаусс, допустим, 10 звезд или 10-5 тысяч гаусс. И при полосе, так как очень большой размер, поле не успевает затопнуть, оно практически уменьшивается в соответствии с законом сохранения магнитного потока. Поэтому, если вы поля современных звезд, допустим, от 10-10 км, то при сжатии звезды от радиуса Солнца, это примерно 7-10 км, до радиуса нейтронной звезды, это 10 км, получается поле у нейтронной звезды примерно 10-11 км, даже больше 10-15 км. Это было впервые, так сказать, отмечено индивидуально еще в 64-м году. Ну, нейтронные звезды были открыты как радиокульсары. И открытие-то было достаточно случайным, потому что все ожидали наблюдая рентгеновские источники изоокреции, но оказалось, что радиоизлучение, так сказать, вышло на первый план. Никто не мог предполагать, что радиоизлучение может быть таким мощным, вот такой маленькой звездочкой. То есть, даже на самом деле газ, я, кстати, температура там 10-25 км. Ну, это ясно, что и тепловое излучение просто типа либо Мазарда, либо там какие-то звезды. Но, тем не менее, это излучение было открыто. И как раз оно было открыто. И открытие это как раз и было свидетельствует пользу очень сильных магнитных полей. Потому что модель, которая удовлетворяла всем понаблюдательным данным, это модель наклонного рота. То есть это вращающиеся нейтронные звезды на полное магнитное поле. Луч, бим, так сказать, выходит по полюсу, по магнитному полюсу, и вращение он ударяет наблюдателя, который на той же территории, получает такой импульс. Ну, импульсы эти идут с огромной точностью. Но, тем не менее, после длинных наблюдений там, после эффекта наблюдений, проявляется изменение вращения. То есть все пульсары, разные пульсары, все замедляются. То есть их энергия вращения превращается... Они следят просто за счет своих энергетов вращений. И, зная скорость потери энергии, так сказать, скорость потери энергии проявляется не из наблюдения излучения различных диапазонов, а из уменьшения скорости вращения. Потому что, если у нас есть поле с точкой, то мы можем, так сказать, найти изменение с точкой, зная омега и омега с точкой. И если принять, что поле пульсара дипольное... На самом деле, поле сложное, но дипольная компонента самая медленно спадающая, и дипольное излучение всегда преобладает. Поэтому, приравнивая, так сказать, скорость потери энергии к энергии... ...к энергии, изучаемой мощности дипольного пульсара, получаем оценку на магнитное поле пульсара. И как раз эти магнитные поля, как раз, расположены в том самом уровне, в котором был расход оценен за счет сжатия и сохранения магнитного потока. То есть здесь, в общем, более-менее правильная. Скорее всего, наши взгляды правильные. Вот это пульсары, которые... На этой диаграмме, где здесь производные периоды, здесь период, рассмотрены различные типы пульсаров. Сейчас уже несколько тысяч пульсаров, ранних пульсаров, для них, конечно, меньше. Видно, что они образуют две группы таких... Ну, это... для данной лекции это не важно. Просто скажу, что это вот пульсары, которые не испытывали никаких внешних воздействий. То есть на них ничего не падало, они просто сами по себе революционировали. Скорее всего, магнитное поле там практически остается тем, которым оно было прирождено. Потому что внутри нейтронной звезды огромная проводимость и время затухания поля очень больше жизни среды. А здесь расположены те пульсары, которые... Поля, скорее всего, уменьшились за счет падения на них вещества. То есть вещество падающее крокирует поле и получается... Значит, пульсар с гораздо меньшим... Меньше магнитным полем, но он еще подкручивается... Если в уголовной системе 2, то получается очень маленький период. Так называемую группу подкрученных пульсаров. Эта группа является очень важной и информативной с точки зрения проверки фундаментарной законы физики. В частности, проверка общей теории относительности и общей теории техотики как раз осуществляется на этой группе пульсаров. Потому что эти пульсары не очень годятся для этого. Ну вот, образование нейтронной звезды пульсаров происходит в результате гравитационного полоса. Массивная звезда эволюционирует, там выгорают ядерные колючие, водород, потом гель и так далее. Все эти стадии очень хорошо изучены теоретически. И в итоге получается, так сказать, звезда состоящая из довольно сравнительно небольшого ядра железного или элементов железного пика, которые, я говорю сейчас только о массивных звездах, с массами больше, там, до стима солнца. Которые, собственно говоря, являются прородителем нейтронной звезды. Вот, получается, железный ядер с массой порядка двух солнечных или, там, немножко меньше. И, так как железо – это наибеньшее, то есть у него максимальная верхняя связь, любые превращения приводят к поглощению энергии, поэтому гравитация не равновешивается и происходит потерь устойчивости в коллапс. И вот, вопрос о том, как, так сказать, превратить коллапс во взрыв. Вот это самое главное дело. Значит, кроме этого, вторая часть. Первая, существует еще один тип сверхновых, который называется сверхновый типа 1А. Это сверхновый, который является результатом не коллапса, а просто термонентального взрыва, выраженного в нейронно-тислородного ядра. Эти сверхновые. Происхождение их немного другое. Видимо, они связаны с двойными системами. И они как раз являются, в общем, весьма однородными и используются для космологии. Для космологии используются вот эти сверхновые. А мы будем рассматривать другие сверхновые, которые дают к нейтронные звезды. Потому что здесь никаких нейтронных звезд не образуется, а происходит полный разлёт всей звезды. Значит, при коллапсе выделяется энергия, порядка энергии связи нейтронной звезды. Это вот где-то 5 на 10 50 миллиметров. Это 20% от массы покоя собственных. Огромная энергия. Но, эта энергия выделяется в виде слабо взаимодействующих частиц нейтрина. То есть, практически вся энергия свет, вся эта энергия свет переходит в нейтрина. И, значит, проблема состоит в том, чтобы, как вот с помощью этой нейтрина, нагреть внешние слои звезды, чтобы они сумели взорваться. Изучение этого процесса, этого процесса было посвящено очень много работ. В первых работах коллейта Вайпера, где, так сказать, сечения были взяты. Ну, потому что он замыщен, скорее всего. Был получен взрыв. Но потом, когда всё уточняли, уточняли сечение слабого взаимодействия, там разные процессы, Взрыв не получался. То есть, образовалась вот арка влана, она затухала. Потому что вещество, так сказать, с железа диссоциировало там, над уклонами, и всё, так сказать, замирало. Поэтому, наблюдаемая энергия сверхновой, второго, ну, собственно, они все одинаковые. 10.51r получать не удавалось. А удавалось получать, может быть, там, на два порядка меньше. И так далее. Вплоть до настоящего времени. Нейтринное сверхновое плохо работает, ну, не получится. Ну, значит, вот другой механизм. Моглиферционный, о котором я хочу сказать, он основан на другой, так сказать, идее. Он основан на идее использования вращательной энергии звезды. Потому что при сжатии звезды увеличивается не только магнитное поле за счёт сохранения магнитного потока, но и вращательная энергия за счёт сохранения угла магнитного. Поэтому, собственно говоря, пульсары так быстро вращаются, там, с периодами секунды, там, а некоторые вообще в мире секунды. Поэтому у них накапывается большая вращательная энергия. И магнитное поле является тем передаточным, так сказать, ремнём, который может превратить эту вращательную энергию в обозначенную зарывную. Так сказать, вот эта вот модель была распространена ещё в 70-м году в моей работе. И вот через пять лет мы рассчитали уже одномерную модель этого процесса, которая связана с рассмотрением цилиндра. Звезда была определена цилиндром. Рассматривалась, в общем, цилиндричная модель. Вот магнитное поле в начале было радиально, естественно, всё рассматривалось. Задача решалась во внешности электронидра. И оболочка дифференциально вращающаяся. Вот это начальная, если смотреть сверху, вот это начальная стадия. Гетро и дифференциально вращающаяся. За счёт дифференциального вращения увеличивается азерутальный компонент, фитоэкопонентный. Появляется магнитное давление, и угловой момент передаётся из внутренних слоёв на руку. И здесь имеется один параметр, альфа. Альфа – это параметр отношения магнитной энергии к азерутому. В наших расчётах первых был довольно большой параметр. Вот здесь вот, допустим, одна сотая. Тут ещё считалось даже одна десятая. Но это большой, потому что магнитная энергия обычно много меньше к азерутому. Реально это 10 минус там 8, 10 минус 10. Но тем не менее качественно мы получили взрыв одновременно. И время взрыва практически не зависело от поля. От поля зависело только время накручивания. То есть поле накручивается, достигается определённого значения магнитное давление, и происходит взрыв. И вот во время взрыва был обратно к самому начальному значению магнитного давления. Альфа – это отношение магнитной энергии к гравитационной. Начальник. Вот эта модель там, магнитная энергия, интеграл h квадратного 8π по партнему. А гравитационная энергия – это G квадратная. Но одномерная модель, естественно, не могла бы служить доказательством, потому что реально, если учесть ещё дополнительные измерения, возникали дополнительные эффекты, всякие неустойчивости, которые, в общем-то, могли бы даже, так сказать, подчернические какие-то воды. Но, к счастью, это не произошло. Даже наоборот. В течение примерно 10 лет, после этого, а даже больше, шла работа над написанием кода, двумерного кода магнитной гидродинамики. Эта работа была проверена под руководством Артелиана, то есть, фактически, это его идея этого метода. Это его, так сказать, аспирант. Ванисейнка уже поселился позже. Он у нас сейчас был наша общая аспирант, а вот и Чернидовский тоже. То есть, фактически, сначала начали с Артелианом и Чернидовским, а затем ещё Ванисейнка этим задался. И вот где-то в 1995 году был сделан этот код. И тогда же будет сделан первый расчёт Чернидовского без магнитного поля. И уже в 2006 году мы рассмотрели применимость этого кода к задачам астрофизики. Это просто коллапс от народного лоба. А уже после 2000 года было включено магнитное поле и получился взрыв, который я сейчас скажу. Во-первых, сначала несколько слов о коде. Это очень уникальный код, который, в общем, нигде больше не используется. Это просто очень трудный код, но позволяет сделать очень много. Это лагранжев, неявный лагранжев код на треугольной сетке. Треугольная сетка, она увеличивает, так сказать, стабильность этого кода. А неявный инструмент позволяет сделать большие шаги во времени, чтобы, так сказать, избежать вот этого условия коротка, когда мы должны быть очень много шагов в явных сетке. За счёт этого мы смогли гораздо дальше продвинуться и считать, так сказать, тут имеется два разных времени в этой задаче. Время накручивания поля и время взрыва. Эти два времени очень разные. Время накручивания поля намного порядка больше. Если бы мы использовали явный код, то ограничения были бы как раз за счёт вот этого маленького времени, гидродинамического. Поэтому большинство, так сказать, исследователей этой модели, которых сейчас уже очень много в разных странах, они используют очень большое код, чтобы, так сказать, использовать явную схему и получить какой-то результат. Здесь мы рассматривали поля самые разные, от альфа 10-2 до 10-12. И все-таки это перестраивание, так сказать, помимо своей вот этой качества, она ещё перестраивает, поэтому можно в местах наибольших кредиентов, так сказать, больше ячеек посадить и сохранить точность при наличии сравнения небольшого числа ячеек. То есть это очень помогает, потому что, допустим, имея 20 тысяч ячеек всего, мы получаем точность эквивалентную, допустим, миллион, примерно, ячеек, не перестраиванные на эллировисе. Ну вот, здесь вот, сейчас, сейчас, секунду. И вот тут, видите, это просто как происходит перестроенный сет. И видно возникновение различных, там, движений, эллировис и так далее. Эти эллировисные движения очень важны для, так сказать, процесса срыва. Значит, рассчитывалось, сначала модель была срывическая, вот это вот распределение лечения, распределение сет отначально, распределение плотности. Температура бралась, так сказать, она не очень большая, она фактически играет конечную роль. То есть, конечно, эти нейтрины есть, они изучают, там, прям, половину энергии в виде нейтрина, но в силу того, что много очень механической энергии, эта механическая энергия позволяет эффективно осуществить взрыв. Как я уже говорил, нейтринные модели, здесь, сиентричные, там, вообще 99, там, больше 99% энергии энергии едино уходило, и взрывы по этому не получалось. Игорь Васильевич, можно вопрос? Да, да. А вот вчера, как Варень Павлович Чечетки рассказывал о механизме взрыва Свернова, там был, поскольку я понял, именно нейтринный, как бы, главный. Да, у него есть модель нейтринная, которая требует такого очень, очень сильного... Я говорю, что нейтринная модель имеет трудности, пока еще она не окончательно, так сказать, похоронена. Вот один из вариантов... Не окончательно похоронен, понимаете? Они еще, пока что, не совсем. Ну, то есть, да, эта модель имеет право в существовании, но... Ну, дело в том, что эта модель уже проверена в расчетах множества групп, и в Соединенных Штатах, и в Германии, и в Японии. То есть, эта модель всегда дает взрыв. То есть, никаких проблем с оборудованием. Я слышал, что, когда такой перегруз с помощью магнитного поля-магента, в Солнечной системе работал. При образовании Солнечной системы... Да, конечно. Это такого же типа, да? Ну да, все они примерно того же типа. Закручивание и, так сказать... Вообще, звезда Солнца... Почему она медленно вращается? Потому что, как бы, ветер с магнитным полем уносит угловую нормаль. Поэтому осталась медленно вращающаяся звезда. Это тот же самый дождь, что на звезду. Только там он происходит на временах секунду, а это происходит на временах миллионов лета. Значит, это вот то, что получилось после конкурса, вот такая... Сплюснутая модель. Сплюснутая звезда. Мы задавали сначала вращение, естественно. Ну, такое среднее вращение. Характерное для белого каши. С периода порядка нескольких секунд. После сжатия, конечно, за счет увеличения главного момента, произошла сплюзованность. Это еще пока нестационарная ситуация. Ну, значит, мы просчитали эту модель без магнитного поля, в общем-то, до конца. И оказалось, собственно, фактически мы хотели ее выглядеть так, чтобы получились результаты, сравнимые с более тонкими результатами других авторов, которые очень тщательно рассматривали процессы нитритового переноса там и так далее. Когда у нас ничего не получилось. Но, собственно, мы тоже так подавляем правильно, что у нас тоже взрыва нитритова. Ну, собственно, он обнимался. За счет нитритов. Вот это вот то, что получилось после конкурса, распределения угловой скорости. Видите, здесь в центре угловая скорость, значит, здесь миллисекунды, то есть 200 оборотов в секунду, а здесь, значит, мы правильно, гораздо меньше. Поэтому в результате, вот в этих двух работах, были только на основные результаты. Значит, это сравнение магнитной генодинамики плюс, так сказать, самоправитация, бесконечная проводимость, акциальная симметрия и материальная симметрия. Здесь мы рассматривали модель с дипольным полем, с дипольным полем, а здесь с дипольным. Значит, вот эта вот модель, которая получалась в результате Голубца, быстро вращаясь, куда вставлялось магнитное поле. Сам Голубц происходил без поля, потому что оно, так сказать, без накручивания, его динамическая роль не важна. Вставлялся магнитное поле в виде поля. Вот эта часть звезды, где ток течет. И этот ток, в зависимости от того, какой ток течет в нижней части, давал либо дипольный, либо гудруболь. Если токи в одну сторону, значит, получается диполь. Если в разные стороны, то диполя нет, а получается гудруболь. Гудруболь здесь, вот такая гудрубольность гудруболь. Гудруболь представляется более привлекательным. В каком смысле? Потому что на экваторе, где имеется максимальное деференциальное вращение, максимальное радиальное комбонентное поле. Потому что закручиваются только радиальные комбоненты. И она же будет давать срыв. Но оказалось, что и дипольное поле примерно отдает прям такую же суть, но в другую конфигурацию. Вот это вот, с квадруболь мы получаем здесь максимальное значение поля, где-то посередине. Оно достигает 10 в 16 галов. В то время как начинали мы с поля нейтронной звезды 10 в 12, что характерно при пульсарах. Но это вот, такое вот большое поле, держа 7 в короткое время. За счет этого в среднем поле происходит такое выталкивание вещества, образование ударной волны и, собственно говоря, разлет наружу. Этическая энергия, унесенная, как раз сравнима с энергией сверху. Вполне от других расчетов, других авторов еще больше энергии. Мы тоже получали энергию в зависимости от начального вращения массы, диапазоны от 0,5 до 3 до 151. Вот это вот как меняется различные типы энергии. Вот здесь вы видите, как вращательная энергия падает, а энергия, так сказать, разлета растет. И в итоге достигает вот здесь вот 0,5 до 10,5. Это немножко меньше, но... И причем в результате такого коллапса, после этого все более-менее успокоится, после взрыва остается достаточно сильное хаотическое макритное поле. Запутанное поле. А среднее поле возвращается к прежнему значению примерно 10-12 градусов. Вот это как меняется масса, выбрасывается масса, в течение полусекунды все происходит без процесса. И энергия. Вот теперь я перехожу к очень важному моменту, связанному с развитием, так сказать, с изменением картины взрыва в двумерной... Она, в общем-то, оказывается качественно разной. В одномерном случае у нас разрешено только движение в плоскости. Поэтому, так сказать, поле накручивается. И накручивается может долго, если маленькое поле там... То есть время растет как единица на b. Если же у нас есть возможность двумерных движений, то все сильно меняется. Вот это мы обнаружили чисто, так сказать, экспериментально. Потому что оказалось, что как бы мы не уменьшали магнитное поле, вот мы здесь магнитное поле уменьшаем дышать порядок. Надеюсь, порядок. Магнитная энергия, надеюсь, порядок? Нет. Времена развитием, времена взрыва, оказывается, изменится мало. Вот, допустим, видите, 0,5 секунд, и вообще все они сходятся, когда многонужен. То есть время растет, но оно растет всего лишь на грифмическом. От альфа. То есть пропорционально с грифмами, а не с грифмами. И вот этот факт как раз... Если посмотреть, ну тут еще другие, так сказать, характеристики тоже вы видите, все, так сказать, вся драма разрывается на полсекунды. Для всех значений магнитного поле. Это связано с развитием магнитно-тракционной устойчивости, которая приводит к тому, что поле растет не линейно, как при накручивании, а экспоненциально. Ну, примеры магнитно-тракционной устойчивости в астрофизике очень разнообразны. Это еще в 50-м году Данжи изучал, потом Тейлор, Спруид, Верихов в последнее время. Больму в холе рассматривали. Эти магнитно-тракционные устойчивости двух типов бывают. Первый тип, который популярен в теории аккреции, это когда есть у вас вертикальное поле, венециально вращающийся аккреционный диск, и за счет, так сказать, дефекционного вращения, вот это вертикальное поле вырезают эти языки, и они усиливаются в дефекционном вращении. Это тот тип неустойчивости, который я сначала рассматривал Верихов, и который сейчас применяется вот для обвестения аккреционных дисков в развитии турбулентности. Здесь мы рассматриваем совсем другой тип неустойчивости, который рассматривался вот работой Данжи, Тейлор, Спруид, он связан с другим эффектом. Вот здесь вы видите, сейчас я покажу сначала, как называется неустойчивость, и вот здесь вот видно, как это такой тип неустойчивости по рассматриванию. Мы рассматриваем неустойчивость, связанную с тем, что сильно закрученное магнитное поле, как сильно закрученная пружина, стремится, так сказать, выпрыгнуть наружу, и принести вот таким вот вихренным движением. Вот вы видите, здесь вот есть сильно закрученное магнитное поле, и оно, это поле приводит к наличию вот этих вихрей. Эти вихри, так сказать, продолжают закручиваться, диверсиальное вращение продолжает их закручивать, и уже чем больше поле, тем меньше масштаб этих вихрей, и получается, что, так сказать, самоусиление поля. То есть диверсиальное вращение вещества в вихре растет в ростном поле, и, соответственно, так сказать, увеличивается. В общем, в итоге мы получаем уравнение для изменения радиального поля, и вот такого типа, оно приводит к эксконенциальному решению. То есть поле растет эксконенциально. Вот здесь вот вы можете видеть в расчетах, что вихрь сначала появляется, но чем больше поле, чем больше накручивается поле, тем быстрее вращается же вихрь, что вот видно по цвету. Поэтому здесь вот видно как развитие вот этой эксконенциальной устойчивости подобного типа, типа сжатой пружины. Ну, собственно говоря, это то, что, я хотел сказать, по механизм взрыва, а теперь, если связать это дело со сверхновыми, в игре с гавос-плесками, потому что, как будет показано немножко дальше, по-нас-плесками, по крайней мере, два из них связаны со сверхновыми. Остальные есть некоторые указания на связь, но не столь, так сказать, не столь члены. И связь со сверхновыми означает, что мы должны иметь такую модель, которая дает направленный выброс. Потому что гавос-плеск, как я скажу немножко дальше, он нам должен быть обязательно направленным. Потому что, если он не направленный, то, если он светит на все четыре веки, то энерговыделение превышает все весовые пределы. То есть это там десятки масс МС квадрат Солнца. Что, в общем-то, за такие короткие времена нет никаких возможностей сейчас идти. Если же он направленный, то энергия там, энерговыделения на пару порядков уменьшается, и нужно это сделать, объяснить вот взрыв сверхнов. И этот взрыв должен давать направленный поток. И вот такой направленный поток вещества можно получить, если начальная поливость квадрокольная, как, я говорю, как минимум расширен, когда получается взрыв такой в реальной плотности. Кстати, большинство остатков сверхнов как раз имеет какого-нибудь типа формы. Но есть и другого типа формы, либо вот такая, либо, значит, немножко вытянутая, как у гуриц. Что связано с выбросом ТОС? Как раз такого типа выброс получается при взрыве вот этих больного поток на торе, который получается, когда оба тока в одном направлении текут. и, так сказать, ну, в общем, взрыв получается за счет закручиваемых вот этих мест. Здесь вот уже радиальный поле нет, и поэтому он имеет такой слабо коллинированный характер, после, который должен потом сильно коллинироваться дальше. Ну, еще один важный момент, связанный с магнитно-коррупционным взрывом, тоже имеющий, видимо, отношение к данным специалистам, состоит в том, что при наличии магнитного поля мы можем получать асимметрию, сильную асимметрию взрыва. Асимметрия наблюдается всегда в виде выставок, просто прилетящих пульсаров в виде асимметричных остатков. Ну, вот, например, один механизм асимметрии, по сравнению асимметрии, здесь мы просмотрим. Если у вас есть комбинация полоидального и утроидального поля, то в зависимости от комбинации вот этих симметрий вы получаете, если обе симметрии одинаковые, то, в общем, здесь поле симметрично и здесь квадруполе, тогда никакой асимметрии нет. Но если вы имеете здесь поле симметрично, а здесь диполь, то есть в нижней полусфере направление поле разное, тогда вы получаете, что в какой-то из полусфер поле усиливается, а в нижней части оно ослабляется. То есть первоначальное, так сказать, второидальное поле в одном месте ослабляется в силу одного знак газета, оно увеличивается. И тогда магнитрофункционный взрыв будет асимметрично, а за счет нейтрированных процессов это асимметрия будет еще уничтожить. Ну и в заключение относительно вот этого раздела я хотел сказать, какие есть наблюдательные свидетельства в пользу магнитрофункционной модели. Это, во-первых, параллельность оси вращения и оси движения пульса. То есть в любом случае, при любой конфигурации магнитного поля она всегда накручивается вокруг оси вращения. Поэтому выброс должен всегда быть вдоль оси вращения. А не затрудный выброс приводит к тому, что скорость линейного пульсара будет направлена вдоль оси вращения. На большом примере статистического исследования порядка 10-15 пульсаров было получено, что имеется очень сильная корреляция между этими двумя вентами. Ну и, значит, с помощью точных измерений тайминного пульса можно найти не только параметр пульса его P с точкой, P с двумя точками, но можно найти и его координаты, потому что координаты входят в формулу приведения параметр. И таким образом со временем можно от изменений этих координат, то есть изменить собственные движения. И вот эти собственные движения составляют порядка тысячи километров в секунду, что, в общем, может быть только при, скорее всего, магнитном взрыве, потому что так трудно ожидать таких скоростей, причем скоростей, которые коррелируют с усуществом. Пять минут перерывы. Теперь мы перейдем к последнему данному списку и в связи с людьми не обязательно. В данном списке были открыты в 73-м году. Вернее, публикация появилась. Это была обработка результатов спутников ВЕЛА, американских спутников, которые измеряли ядерные взрывы на Земле. Вот ядерные взрывы на Земле, видимо, они там не ели, потому что там нарушений не было, они следили за, так сказать, законы, то есть, соглашения о прекращении ядерных испытаний. Но зато открыли, изучили их в космосе. И вначале, так сказать, считалось, что это расстояние до них было неизвестно совершенно, потому что ничего про гамма-спрессов не было. Но направление можно было измерить по реангуляции. То есть, из нескольких случаев, во время световой сигнал, такое с запасыванием между ними и по комбинации этих времен запасов можно найти направление. И вначале количество моделей измерялось в сотни, надо сказать. Ну вот наша модель, которую мы рассмотрели вместе, вот с соглашением, надо запечатывать. В общем, кажется, более-менее такая все еще не ищетушая. Потому что мы рассматривали два типа моделей. Это взрыв сверхновый и нейтрильное излучение. И вторая модель – это взрыв неразвестного слоя. Вот сейчас представляется, что вот взрыв сверхновый и нейтрильное излучение – это связано с гамма всплесками, а нейронексенство – это связано с мягкими гамма всплесками. Вот. Ну, вы видите, что энергия изотропная – это огромная, это порядка массы, значит, покоя Солнца, но поэтому им нужна коллимация, чтобы уничтожить эту гамму. Какие здесь центральные… Значит, где-то в 1997 году был запущен итальянский спутник Верпе Сакс, на котором сделаны первые, ну, как бы, революционные открытия после самого открытия гамма всплески в 1957 году. Удачно выбранная схема эксперимента позволила, даже несколько приборов, позволила быстро определить направление, откуда идёт этот сплеск, ну, с неплохой точностью. То есть, жёсткого кредения был сплеск, потом рядом был прибор телескоп Леновский, где он измерял мягкие кванты, там от сплеска также мягкие кванты, и он позволял с точностью до порядка минуты, и даже долей минуты определять направление. И тогда уже с помощью оптических телескопов можно было смотреть на это направление сразу после сплеска. И таким образом были открыты оптические послеосвечения. На очень больших телескопах это оптическое послеосвечение позволило получить спектр, и спектр оказались линии, которые сдвинуты в красную сторону, причём иногда очень сильно. Таким образом была установлена космологическая природа вот этих галм-сплесок. Причём длинный, там есть ещё короткий сплесок, значит длинный сплесок. Ну и было много, так сказать, различных гипотез относительно природы центральной машины. В общем, большинство из них, конечно, не объясняет всей совокупности данных. Взрыв гелевой звезды по времени недостаточный. В общем, это так-то не сильно рассматривается. Быстро вращающийся, сильный зоомагичный пульс. Это идея работы Кусова, 92-го года. Она, в общем, предварила даже, так сказать, космологическую природу. Кстати, можно сказать, что Усов и Плюуз ещё сразу после открытия галм-сплеска, через год от провокрования работы, предположили, что галм-сплеск образуется на космологических расстояниях в результате коллупса сверхпассивных звёзд. И нейтринное излучение трансформируется, значит, в галм. Что, в общем-то, как раз очень близко к тому, что сейчас рассматривается. Вот он рассматривает быстрый пульсант, который очень быстро теряет энергию свою и даёт вспышку. Ну и тут разные другие модели, которые я не хочу подробно написать, там ещё дальше будут другие. Ну вот сейчас самая популярная модель, она основана на том, что имеется массивная звезда с массивным ядром, происходит коллупс, быстро вращающиеся звезды, замагниченные, и в центре образуется чёрная дыра. А эта чёрная дыра окружена довольно массивным, ну массивным, в порядке массы Солнца, замагниченным диском. И в этом диске происходят процессы, похожие на то, что имеет место при взрыве магнитационном взрыве звезды. То есть происходит дефляциальное вращение, усиление поля, там потоки, правда гораздо более сложные потоки, внутрь, наружу, недлинное излучение очень важно. Ну вот расчёты этой модели ведутся многими группами. В частности, мой бывший аспирант Барков совместно с комиссаром Ванги Радуси сделал эту работу. Вот можно показать? Фильм. Как раз вот Аня Растан, фиксированном поле вращающейся чёрной дырой. Вот видите, вот эта чёрная дыра, это операционный диск, который падает там. Вот в сильном магнитном поле всё это может свертиться, а потом в центре формируется значит вот такой выброс. Сейчас вот формируется. Вот здесь не соревновался. Ну всё, закончилось. Давайте говоримся обратно. В общем, получается вот такой вот выброс. Ну, надо сказать, что здесь численные проблемы очень серьёзные. потому что ось всегда была, так сказать, сингулярной точкой для асимметричных расчётов, и там стоит поднять точность. Поэтому многие выбросы вдоль оси, в общем, особенно очень-очень сильно направленные, они могут быть артефактом. Поэтому, конечно, общая картина похожа, но такой-то синг, я-то выжжу выброс. Вряд ли. Вот он в наших расчётах, например, получается слабо коленированный выброс, потому что мы ось, так сказать, специально рассматривали отдельно. Ну вот ещё тут некоторые модели уже более экзотические, связанные с механизмом Глентфа-Кершнайка, это механизм извлечения энергии из вращающей чёрной дыры, связанной с магнитной дырой. Ну, в общем, он не очень, так сказать, его интерпретация пока что не очень установлена. Вот весьма мощный взрыв можно получить, если у нас чёрная дыра сильно заряжена. Тогда эта сильно заряженная звезда настолько у неё такое сильное электрическое поле, что она может на длине комбоновской плите волны электрона, так сказать, сделать пару. Получается как бы правой вакуум, и получается могучее. Но сделать такую заряженную звезду, видимо, ну, потом там, аризонтик там связан с проводящими струнами, потом перехода нейтроновых кваркулов, в общем, это всё такие теоретические исследования, которые, скорее всего, так и останутся теоретическими, поэтому сейчас вот рассматривается одна вот эта модель, связанная с коллупсом диска на чёрную туру, но и это нельзя считать окончательно, так сказать, внутри. Поэтому наблюдательные исследования галлупсом является сейчас исключительно важным. Причём, пока что эти наблюдательные, вот имеются только два, можно сказать, даже три таких вот важных открытых здесь. Первое — это само открытие галлупсом диска, затем было открытие после освещения и открытие связи с окном с галлупсом диска. Всё остальные экспериментальные наблюдательные работы связаны просто с накоплением данных. И этих данных накопилось огромное количество, но, к сожалению, они ещё пока не могут дать ответа на следующий вопрос. Хотя сейчас вот эксперименты, которые планируются, они могут быть, так сказать, более информативные. Главным фокусом надо исследовать спектр оптического освещения сопровождающего галлупсом диска. Не просто потом, а вот... Ну, я покажу вам, в каком месте это надо. Вот здесь вот показывает распределение статистика галлупсом диска. Ну, здесь 222, на самом деле, если взять 3000, будет примерно то же самое. То есть они разделены на два класса — это короткие и длинные. Вот, так сказать, космология — это в основном для длинных, а короткие — это, может быть, более близкий и может быть немножко другой у них механизм. Здесь может быть даже слияние нейтронных звёзд или слияние нейтронных звёзд с чёрной дорогой. Привод коротких звёзд. Обычно так считается, что это вот полос диска на ту самую чёрную туру, а это слияние нейтронных звёзд. Там меньше энергии выделяется, но и более короткие процессы. И, кстати, здесь гравитационные волны даже. Значит, ну, ЗЭК известно до шести, а на самом деле уже сейчас ещё и до восьми известно. Но только для длинных. Ну, я говорю, что происхождение было различное, но для обоих типов оно достаточно. Вот это вот тот самый случай, когда была наблюдена связь между Гарусь-Креслом и Сверхновым. Значит, была Сверхновая, 99-го года. И на месте этой же Сверхновой... А это было внутри нашей Гарусь-Креслом? Нет, это что? Ну, Гарусь-Креслом. Ну, и довольно близко. На месте этой Сверхновой. Это была обычная такая Сверхновая. Но, когда, так сказать, сопоставили данные от Гарусь-Креслова с данными у Гарусь-Креслова, оказалось, что вот в эррбоксе это Сверхновой, как я не могу сказать, в эррбоксе этого Гарусь-Креслова как раз это Сверхновая находится. Сначала предполагалось, что, значит, это просто случайно соблюдается. Но потом, так сказать, случайно как-то жалко терять такое дело. Поэтому стали, можно не думать, а то, может быть, это реальное совпадение. И вот уже в марте 2013 года был один из самых ярких спектров. И когда будет промерено оптическое свечение по спектру, то, конечно, оказалось, что спектр вот этого оптического свечения сравнительно похож на спектр вот этой Сверхновой. Отсюда было сделано воволь, что, скорее всего, эта связь реальная. Почему этот сплеск так будет близким? Потому что на самом деле он аномально близкий, это Сверхновой аномально близкий. Поэтому сплеск должен быть очень слабенький. Фактически он выбивается из всех статистических, так сказать, взыкновенностей. А этот сплеск далекий, там где-то Z, порядка, единицы, даже больше. И он тут достаточно яркий. А Сверхновая, конечно, гораздо слабее. Чернадость, так сказать, в силу удаленности. Но сплеск он похож. Видите? В общем, вот такие довольно-таки туманные, как говорится, сопоставления. Хотя, не имея ничего лучшего, приходится в них верить. Вот это вот как меняется этот данный сплеск. Как меняется спектр Сверхновой. Вот это опять Сверхновая. А это как меняется спектр вот той Сверхновой, которая связана с этим данным сплеском. Вы видите, что что-то похожее есть. Причём, в начале этот спектр был плот, вот таких плоских. Это как-то связано с оптическим излучением самого взрыва. Самого Гаусс-Кресна. А это уже то, что мы видим при развитии, так сказать, отформирования старта Сверхновой. То есть, вот такая волна проходит через саму оболочку, измельчённую шлифу, и вот еще она встает заходить. То есть, вот на основе вот этого наблюдения, это самое такое подробное, вернее, самое подробное, был сделан вывод о том, что имеется связь Сверхновой с Гаусс-Креском. Хотя, даже у многих ярких Гаусс-Кресков никаких Сверхновых не было обнаружено. Но, так сказать, приходится учитывать это обстоятельство, и сейчас это мнение является тоже достаточным способом. Скажем, это что? Афтический спектр Арстрахова? Да, афтический спектр Арстрахова. Афтики в Англии? Вот это как они меняются во время. Вот от этого и дальше, 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 дальше. Видите? Звёздные личности падают, падают, падают. А вот эти, Риги, узкие, вообще, дверярные. И Ленин уже есть тут, да? Ну, вот, собственно говоря, по этим Ленин-то и Звд. Звд, всё-таки разное. Что? Звд разное оптического послесвещения и у Сверхновых. Риги, ну и плюс, собственно говоря, у Сверхновых послесвещений это и есть у Сверхновых. Других послесвещений нет. Но оптические пользы свечения не обязательно будут связаны со сверхнозом. Так как взрыв гамма-сплеска происходит в достаточно плотной среде, это гамма-излучение нагревает, и оно переизлучает в оптике. Такую модель мы рассмотрели еще давно с Невокином, с Барковым тоже. И действительно получается, в зависимости от плотности облака, здесь мы рассматриваем синтетичную модель, с Барковым мы рассматривали уже двумерную модель, очень симметричную. И здесь можно получить направленное оптическое излучение. То есть мы рассматривали оптическое излучение, связанное с прогреванием направленным гамма-сплеска. И по временным характеристикам и по спектрам здесь можно получить совпадение с некоторыми оптическими оптогломами. То есть вот эти оптические оптогломы не обязательно связываются со сверхнозом, и даже, скорее всего, они в большинстве случаев не связываются со сверхнозом. А связанное может быть с переизлучением беззвездных средств. Ну вот, теперь я перехожу к самому важному, видимо, самому информативному, так сказать, способ исследования гамма-сплеска в настоящее время – это исследование промокопикологии, то есть это исследование оптического излучения, которое приходит прямо во время самого гамма-сплеска. Таких всплесков известно очень мало, меньше десятка. Самый лучший из них – это вот эти два. Это, значит, 99-й год и ещё 2008-й год. 99-й год, я уже рассказывал, это тот спец, который создает новый. Он наблюдался и в радио, и во всех диапазонах. Ну и в силу того, что не было соответствующего подходящего прибора, эта оптика имела такой вот вид просто, вид этого треугольничка, треугольничка, где одна точка здесь, одна здесь, одна здесь. А здесь уголоски сам. И потом очень маленькая свечка, то есть, нет, очень мало точек было на этой оптической перевеске, но, естественно, не было и спектра, поэтому ничего особенного сказать было нельзя. Кроме того, что ясно, что оптическое простое свечение разделяется на два очень ясно выраженных, так сказать, этапа. Первое – это Prompt Emission, только то излучение, которое связано с самим спецком, или сопровождает, и Afterglow, которое связано с совсем другими процессами, там, переизлучения, там, ударная волна и так далее. Так вот, исследование этого Prompt Emission как раз самое важное. Ну, надо еще сказать, что многие спектры после свечения получены как спектры тех галактик, в которых эти спецки происходят. Поэтому их связь, вот этих спектров, с самим спецком, такая, не очень уверенная. В большинстве случаев мы просто измеряем ту галактику, или измеряем зерпы этой галактики, а где спецки вашего – прямо там, или, может, по дороге, не ясно. Если же мы имеем Prompt Emission, то тут уж совершенно очевидно, потому что, как вы увидите дальше, форма этого Prompt Emission с большой точностью повторяет форму самого галактика. И там уже эта связь абсолютно одна. И однозначно исследование спектра было бы чрезвычайно важным. Но давайте как раз сейчас я иду трогаю. Вот теперь я перехожу к важнейшему открутию, которое было сделано в нашем мире. астрономами на телескопе в Чи. История этого, значит, такого позаминка «Бескит» и «Морды». Это главные люди, которые сделали это. То есть, по идее, позаминка, которая была в реке, была соинструирована камера, очень широкоугольная камера, которая должна была смотреть небо за полем зрения гамма-тероскопа или хотя бы части. Здесь была... Сама камера была диаметром где-то... Диаметром где-то... Диаметром где-то было... Рефрактор был, рефрактор, порядка там... 12 сантиметров, то есть небольшая сантиметра. Но с очень широким полем зрения, там 20 градусов. И оно здесь исключительно большое было... Программное обеспечение должно было быть. То есть, эта камера должна была отделять вот эти взрывы, вспышки. То есть, она должна была знать все звездные каталоги, которые прилетали камеры и прочее, уметь выделять на фоне всех этих огромного количества разнообразных явлений на небе, вспышку, которая происходила, так сказать, недвижущимися источниками, которая длилась там, неизвестно скоро, несколько секунд или так далее. Вот это программное обеспечение было составлено с сотрудниками Бескина, Карповым и прочим. А вот, например, был человеком, который фактически сконструнул его руководство на камеру главного строительства. Она установлена на специальной астрономическом строительстве в Кавказе. Сейчас она вроде не работает, но она довольно долго работала, но, к сожалению, никаких перехожовых распределений там не было, хотя там все наблюдалось, но Галу с Бескин не попадались. Вот Бескин, значит, вместе с итальянскими коллегами, то есть фактически за деньги этих итальянскими коллегами, построил, вместе с Бундерами построили аналог этой камеры. Она была даже немножечко меньше идеально, чем на Бескин. Но установили и установили ее вместе с гораздо лучшим небом. Это было в Чили, на высоте порядка 4 км, там гораздо лучше небом. Эта камера называется Торторо. И эта камера была установлена на итальянском перескопе, который тоже был предназначен пересветным Галу-Стесом. Но поле зрения Торторо было там в сотни раз больше, чем в этом перескопе, который был, так сказать, не просто обычный перескоп, там, диагностический. Хотя он гораздо более частичный, но зато этот имел более широкий. Так, здесь показано. В аромат этого дела, здесь, конечно, тоже сейсовые каталоги, и все такое, все театропарьные информации. И вот в марте, опять же, в марте 2008 года, был зафиксирован вот этот яркий сплеск. Зафиксирован он был на российском приборе «Конус», который установлен на американском спутнике Галу. Но его уже зафиксировали и американские спутники, почему он довольно яркий, все спутники Галу. Вот это вы видели кривые блеска в разных длинных углах. Значит, это вот расстояние здесь порядка, вот видите, 70 секунд, ну, 50 секунд. Вот, к счастью, прибор, который был установлен на этом Торторо, в его поле зрения как раз попал в этот расплеск. И вот, вот такую кривую блеска он увидел. Вы видите, что здесь яркость достигает выше шестой величины. То есть, этот всплеск можно было бы увидеть открытым простым глазом. Он так и называется. «Netic eye of the globe». Ну, это, так сказать, сырой материал. Вот здесь, как вы видите, здесь, вы видите, уже обработанная вещь. У нас такая, как бы, полочка отсутствовала. Да, вот это связано с тем, что в этот момент итальянцы запустили свой, этот самый телескоп, РЭМ. Поэтому здесь наблюдения нельзя проводить. А потом они восстановились уже сомненно. «Вот что, он был закрыт, например». Ну да, там… Вот. Вот здесь, вы видите, исключительно корреляция вот этого с гаммой. Вы видите, здесь вот небольшое углубление. И здесь тоже углубление. Вот эта вот исключительно хорошая корреляция говорит о том, что это однозначно, так сказать, связанные вещи. И механизм излучения происхождения вот гамма и оптики могут иметь общее-общее происхождение. Потому что до этого вообще… И вообще до сих пор непонятно, как возникает вот эта оптика. Ну, это вот уже последующее измерение. Уже это РЭМ. Там, видите, уже много. Включилось телескопов уже до 1000 секунд. Первое измерение — это вот 50 секунд. Вот. И сейчас вот вы увидите вот фильм, который показывает онлайн оптическое свечение вот этого всплеска. Вот вы увидите, как это происходит. Вот видите, три звезды. Вот это три звезды. Они стационарные. Здесь ничего нет пока. Потому что телескоп работал и до, и после. И вот постепенно здесь появляется вот эта звездочка. Сейчас вы видите. И постепенно эта звездочка становится ярче вот всех остальных звездочек. Потому что это уже не пятые начинают, уже гораздо слабее. А это вот пятый, там, пятый с чем-то. Вот этот вот перескоп. И дальше эта звездочка начинает газнуть. Это наблюдение в реальном времени, которое 50 секунд. Видите, она газнет и не считает. И на этом месте возникает очень, ну достаточно слабенький там авторглоу, какой-то 17-18 величины, которые, как я уже говорил, связаны со всеми изгалов с местом, а с тем, что происходит вокруг. Вот, значит, больше ничего нет. Ну, можно вернуться. Ну, можно сделать отсюда ясно, так сказать, то есть, однозначно, что Промпы оптика завышения однозначно связаны с главным излучением. Может быть, они имеют ту же самую коллимацию, то есть тоже с целью направленности. В то время как оптическое излучение длинных авторглоу, скорее всего, не коллимировано, оно просто такое, извините, симметричное. Ну, вот последнее. Значит, а, ну, если надо сделать, надо померить спектроголу авторглоу. Есть ли там поляризация, есть ли там линии. И вот уже эти линии как раз и будут указывать на настоящий Z этого угла спреска. А поляризация будет указывать на его механизм, тепловой или нетепловой. То есть, что тоже очень важно. Пока что это не сделано, но это над этим сейчас как раз не трогано. И последнее, что я хотел рассказать, это о софт-репитрах, которые были открыты мазицам. Дурку, вернее, мазицам из Санкт-Петербурга. Они открыли, в общем, все главные софт-репитры. Их известно сейчас штук восемь в нашей галактике. Он открыл первые два. Периоды вращения там от пяти до восьми секунд. И у них имеются гигантские взрывы, при которых яркость, гамма для глазу, увеличивается на 5-й порядок. Собственно так он был открыт. Это экспресс 5-го мая 79-го года. Знаменитый экспресс. Где впервые был открыт как раз курсар с периодом восемь секунд. Ну, так как периоды очень большие, энергия вращения достаточно маленькая, а яркость в общем большая. Яркость определяла это, определяется, собственно говоря, по... Ну это даже, может покажу, по... Потому что вокруг этих пульсаров обнаруживались слабенькие какие-то остатки сверкновых и происходило разжесление для определения расстояния. Это, в общем, не очень надежная вещь. Хотя тот факт, что эти всплески находятся в плоскости галактики, говорит о том, что они достаточно далекие и, в общем-то, расстояния вот примерно такие же, как вот исследование сверкнового. Хотя сама связь с сверкновым не очень определенная. Ну, модель, которая объясняет эти, так сказать, репитеры, была предложена вот американскими астрономами Дункан и Тобсом, и она называлась магнитарой. Это значит, магнитарой они назвали нейтронные звезды с очень сильным магнитным полем. И считали, что, так как энергия вращения недостаточно для свечения, например, то, так сказать, энергия черпается просто из-за энергии аннигиляции поля. Ну, здесь, конечно, физически совершенно непонятно, как это сделать, потому что, если магнитная энергия такая большая, что она больше, чем кинетическая энергия там всяких движений, то, фактически, она не может аннигилировать. Как известно, на Солнце, администрация поля, пересоединение происходит за счет того, что имеются коммунитивные движения, которые приводят к тому, что сближаются эти силовые линии, и они, по сути, инглируют. Поэтому, теоретически, она, в общем-то, конечно, там энергии есть большие. Но есть еще наблюдательные, так сказать, свидетельства в пользу того, что такие большие поля совершенно не обязательно ведут к каким-то взрывным процессам. В частности, вот, было в последнее время, начиная с 2000 года, открывается все новое и новое кульсар с очень большими полями. Вот здесь поля 5 на 113. Это обычный кульсар, где энергия черпывается за счет забедрения и вращения. То есть здесь все абсолютно надежно. Дальше, вот видите, открыт кульсар с характеристикой магнитарной. Здесь уже поле 10-14. Очень большое. И никаких следов кульсара там нет. Ну и, наконец, само значение периода 8 секунд, которое считалось характерным для магнитарной, тоже не является чем-то особенным. Вот открыт, например, пульсар совершенно, так сказать, обычный с периодом 8,5 секунд, как раз магнитарной. То есть, с одной стороны, вы имеете обычный кульсар с огромными полями, с медленными вращениями. А с другой стороны, вы имеете магнитар, тоже с медленными вращениями. Но почему-то им приписываются поля, и эти поля, так сказать, делают соответственно за эти взрывы. Почему это? До сих пор не маня. В Мазице было сделано еще открытие, очень важное, связанное с, можно сказать, обнаружением вот такого, ну, сотни метра в Андромиде. Здесь тоже, видите, в данном деле есть 45-р, характерно для всех официалов. Ну и, наконец, значит, еще одно. Сейчас я хочу показать первое, вот, экспериментальные результаты группы Мазицы. Это вот первый сквест 5-го марта, обнаружение курса, первое измерение. Но в максимуме яркость была настолько велика, что все приборы зашкалили. Поэтому какая здесь амплитуда была не ясна. Было только личный предел. Можно было взять. Видите, это первая секунда. Значит, этот еще один гигантский, ну, полу-гигантский сквест. В этом, в этом, в этом репитере. Значит, вот этот репитер 98-го года он тоже испытывал. Пока что четыре репитера уже дали гигантские сквесты. Что говорит о том, что частота вот этих гигантских сквестов примерно раз в три раза больше. 30 г. Ну и, наконец, вот самый яркий сквест. Уже был, наблюдался в декабре 2004-го года в этом репитере. Это третий из ярких репитеров. Этот сквест был настолько ярким, что на Земле прерывалась, так сказать, связь. То есть это порядка эрго на сантиметр в квадрат. Мощность этого гамма-фузей на Земле. То есть она была просто колоссальной. Конечно, все приборы абсолютно зашкалили. И максимум, сказать, был невозможен. И вот Мастерсу удалось, благодаря счастливому обстоятельству, что прибор летал не только на американском спутнике ВИНТ, но и вокруг Земли, на другом спутнике. Там немножко другой прибор был. И вот этот прибор зафиксировал подъем гамма-излучений в тот момент, когда, так сказать, сам этот всплеск был закрыт землю. Вот это было очень важно. То есть вот этот коронос наблюдал поток гамма-излучений в увеличении, что? Отражение от луны. Да. Это было интерпретено как отражение от луны. И благодаря этому построение математической модели, ну, все-таки все-таки физическое слово, позволило восстановить уже реальную кривую блеска. Впервые позволило восстановить реальную кривую блеску. Вот она, эта кривая блеска восстановлена. И благодаря этому удалось получить абсолютное значение фото на Земле. Вот это, как раз, тоже выдающееся открытие, но связано с гамма-излучением. Ну, это вот, так сказать, тоже там, пульсар открыт с периода где-то там. Это 6 секунд, неважно вообще. Это вот сперта, сплескера восстановленные дружины. Это вот, как раз, связь с Луном, вернее, связь с Сверхновым. Вы видите, что сам этот самый репутер находится где-то в сбоку. Особенно, где-то здесь. Вот здесь вот репутер, а здесь остаток Сверхнового. Поэтому связь Сверхнового с репутером весьма проблематична. Хотя, как я уже сказал, расстояние по времени. Так же, могло же. Ну и, наконец, вот, как магнитные поля. Я не знаю, какой аргумент выдвигается кольцом. Значит, когда вы меряете период, этот период растет со временем. Ну, для того, чтобы померить рост периода со временем, для пульсара это большая работа, там тайминг проводится и так далее. Здесь это сделано очень грубо. Вот это вот один момент формулы импульса. Видите? Формулы импульса. Так сказать. Между скреслями. И... Другое. То есть, совсем другая формулы импульса. Тем не менее, авторы этого дела строят фурье диаграмму и говорят, что вот, ну, получаем, значит, период, который, в общем-то, растет. Частота. Ну, конечно, на самом деле, это здесь ошибка большая в определении периода, таким образом, который они совершенно не учили. Но даже не в этом дело. Тут даже, вот видите, в производных периодах прыжков меняется, что совершенно не характерно. Протонная циклотронная линия. То есть, здесь линия, они ее напишут в протон. А может, это электрон, тогда полезно с одной стороны. Но главное то, что, так как энергия вращения много меньше, то считать, что по изменению энергии вращения мы определяем магнитного поля совершенно необоснованно абсолютно. Потому что изменения периода могут быть связаны с совсем другими процессами. Например, с потерей вещества, с потерей массы, там, с звездным ветром и так далее. Все это хорошо, в общем-то, понимается этими авторами. Так, кстати, я с ними уже это обсуждал. Магнитарная модель, в общем, пока что стоит очень, она любит ее очень. Ну и, в конце, я хочу сказать, что мы рассматриваем другую модель. Как я уже говорил, эту модель мы рассматривали в нашей работе с движением по надежному счетку. Это связано с ядерными взрывами, наоборот, с синтезной структурой микронной звезды. Здесь кора. В этой кореи имеется неравновесный слой. Вот этот неравновесный слой, значит, он во время звездотрясения, которое время от времени в кореи происходит, он вылезает наружу, вот такая вот энергия довольно большая, запасена, ядерная энергия. И во время звездотрясения этот неравновесный слой в виде набора ядерных ум здесь изображен. Во время звездотрясения одна из блоков выходит наружу. И она становится уже, она уже взрывается. Потому что в этом процессе приводит к увеличению числа протонов в ядере, оно становится неустойчивым, делится и получается на реакция. Ну и, наконец, выводы такие, что гамма-спресс или космологические объекты неизвестны, неизвестны, что вот эта черная дара, окруженная тяжелым злогичным диском. Магитерационные сверхновые могут дать каллинированные выросы, которые, в общем, служить источник монарей и гамма-спрессов. Софт-эмпидеры – это очень активный век, превращающийся в утром на звезды. Это точно. Факт. Наиболее популярная интерпретация – это монетары. Но, так сказать, в виду большого числа, так сказать, проблем с монетарами, есть альтернативная модель, которую мы сейчас рассматриваем. Это неравновесный слой, добавив на звезды, который приводит к взрыву. И эти взрывы, разная, так сказать, мощность, и более мощность, могут имитировать вот эти вот взрывы, наблюдаемые от софт-каллини. Спасибо большое. Ну, если есть вопросы, пожалуйста. Ну, вот такой вопрос. На предыдущей лекции мы показывали, ну, математическое моделирование, в другом процессе, там вот эта подсветка была, это не от количества клиентов? Нет, это разная. Разная, потому что, так сказать, увеличили в узлах сетки. В узлах сетки? Не средний. Выбор треугольной сетки. Выбор треугольной сетки – это уже анализ устойчивости этих сеток. А сетки стационарные? Нет, я же говорю, она перестраивалась сетка. То есть, на каждом шагу, каждый элемент проверяется, если он испортился постоянно, то имеется три типа перестроенных. Там увеличение числа, уменьшение и там переходы. В общем, три типа я не рассматривал. Но вот эти три типа описывают всю совокупность возможность перестроить. На каждом временном шагу плохие эти элементы перестраиваются, потом делается дальше. Вот сама процесс перестройки – это очень сложный, то есть такой неоднозначный момент, потому что там нужно пересчитать величины на новые сетки и одновременно выполнить законы сохранения. Это невозможно сделать точно. Поэтому выбирается такой метод, эволюционный метод, что при использовании законов сохранения выбирается такой, так сказать, тип перестройки, который минимизирует вашу ошибку. Ещё вопрос. А вот краничные условия какие-то ставятся? Конечно, конечно. Краничные условия, что… Не отразаться? Нет. Краничные условия – это очень разреженное давление, очень маленькое давление снаружи. Ну и невозможное, просто чисто. Но настолько маленькое, что он практически не влияет на рычаг. Поэтому очень маленькое давление внешнего. В качестве внешнего граничного условия осталось. На давление, ну там ещё соответственно и на алгер. Все граничные условия ставятся. Сейчас на магнитные входят какие-то неотражательные? Нет, нет. Никакого отражения нет. Всё это выходит в банк. Нет, это неотражательные, специально, с ловушкой. А, неотражательные? Наверное, неотражательные. Я сейчас, что вы знаете, точно сформулирую. Но они... Наши работы всё это обновляют. По гонечным условиям. Начальник. А вот это сложный расчет. А его никто не повторил. Потому что это расчет, так сказать, программа уникальная. Но он занимается, ну, в зависимости от поля. Если поле маленькое, то это длится, может быть, ну, по-моему, месяц, там, нескольких недель. Ну, на хорошем весе там. А агрессивный не наклад, скорее? Нет, это не наклад. Нет, это не наклад. Это... И доставка этой программы состоит в том, что она трудно парализуется. Потому что это не явный мир. Явный мир гораздо проще парализовать. А это... Поэтому так же по плану парализовано. Ещё вопрос, пожалуйста. А вот Вы говорили, что изотропная, конечно, там успех не может подключать. Потому что энергия вообще-то предельная. А как угол зачитают теперь вот эти контролы? Ну, вопрос угла очень простой. Ну, а быстро считается так, что где-то в 100 раз, что-то. А это полка цифр. То есть это означает, что реальность метров гораздо больше, чем мы видим, да? Кто его так считает? Да, конечно, конечно. Числой он больше, да. Если так, то, конечно, не больше. Но она не с потолка. Там разные модели, там... Фаерболы, там... Одни считают, что угол совсем очень маленький, там... Сихуга, там... В общем, это вопрос весьма непростой. Но средняя личина такая, что в 100 раз больше. То есть это не такая. А вот вы там упомянули про модель Руфини, но как-то странно. То есть, на где Тепану может объяснить, но непонятно, как... Модель Руфини? Да. Ну, я же говорю, что модель Руфини... Модель Руфини очень хорошая, если бы удалось сделать такую черную билу. Но расчеты, так сказать, эволюции, вот, как формируются, показывают, что порядка 20 не хватает. То есть, это не модель, значит... А может, Николай Шваридович принимал участие... Вместе с Александром Викторовичем. А, вместе с Александром Викторовичем. Тогда давай еще раз по-бандолину замечательную билу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ